вообще вот эта история тут а давиде что когда он вышел перед тем как идти и воевать с голиафом он пять раз сказал до 5 рассказал что я пойду и сражусь и не только сажусь он сказал я я выиграю него я возьму победу пять раз он объявил но если ты посмотришь что все остальные люди все какой 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 воин не хотел бы породниться старем да все хотели дочку царя но когда они смотрели на голиафа у них все настроение я смотрю тот час в чемпионат европы должен быть по футболу и другие моменты там всякие соревнования интересная штука но никто все боятся то есть я смотрю такой страх пришел просто страх интересно что этот коронавирус его структура как бы короны почему его прозвали коронавирус и чем больше люди читают чем люди больше слышат я помню приехал в один аэропорт смотрю все в этих как ну как как мафия только в белых таких я спрашиваю что что такое ну как будто они знают разве ты не слышал я говорю нет вот тут такая штука с китая пришла и вообще опасная и все 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 смотришь и люди в перчатках там в магазинах они перчатках сегодня таксист рассказывал что один другой таксист его друг ехал и говорит 3 3 китайки сели и он говорит вы откуда он не разбирался по лицам они говорят с китая когда сказать китаем выскочил он пошел какие-то перчатки купил он вот и штуку значит я не поеду они начинают говорить по-русски мы мы здорово мы здорово здорово вы понимаете что в страх вот этот голиаф он проводил 40 дней семинар как получить страх он поносил там написано 40 дней и они все все они боялись и написано что не просто поймите а не просто боялись там написано что они испугались и ужаснулись вначале они испугались и когда ты 40 дней слышишь к ты будешь интернет то потом ужас приходит потом ночью тебе будет сниться коррена температура ты чихнешь ты только чихнешь и и это будет ходить над тобой я скажу вам что даже постарай другие мне уже говорили а в чоку что делать да вообще ничего не делать вот я знаю например да это вообще руки не выкинся слово вопрос нет конечно руки нужно мыть и все остальное но не делать это из-за страха понимаешь потому что страх это что страх это от дьявола сто процентов пойми если он найдет чуть-чуть у тебя страха то то что то он просто будет атаковать тебя поймите страх привлекает почему они там все говорят с нами может быть если ты послушаешь новости игры о это вашу страну может прийти это вот так это очень опасно и чем больше они говорят они привлекают посмотрите это как страх прямо на профессиональной вере все что они говорят от страха не принимают и это приходит что нужно делать нам что уже делать тут в россии просто пока пока никто нужно противостать этому смотрите но верующим что нужно мы смотрим на иисуса когда коронавирус до библия говорит что имя иисуса превыше превыше или что перед именем иисуса преклонится всякое колено до земных небесных и преисподних и пойми и колено коронавирусов и всех остальных вещей и всех вирусов она просто не имеет силы имя иисуса гораздо больше да алили вообще тоже без корона вирус это поймите что вы знаете это просто может дьявол использовать какие-то вещи или технологии как запугать людей как держать в рабстве как держать страхи пойми и мы смотрим что информация она влияет но что но что с этого всего что мы можем видеть нам нужно другая информация поймите нам нужно правильно говорят слушать хорошие проповеди слушать слово веры до читать библию аллы ли принимать то что иисус сделал эймэн потому что когда я принимаю то что иисус когда я смотрю что слово божье говорит тогда я буду наверху поймите но когда я буду читать про всякие вирусы то знаю что будет происходить это гора будет подниматься через какое-то время это будет как голиаф который такой большой будет россии голиаф 3 метра 16 сантиметров или это поднимается гора чем больше ты ты концентрируешься на болезни она растет очень многим говорю не приходит врач сказал все пастор все у меня все заканчивается все я говорю что все врач сказал да мало ли что врач сказал он 30 350 раз может ошибиться пойми аллюлуйя есть иисус есть слово божие и это последняя инстанция аллюлуйя и библия говорит что и мы слышали то слово имея тот же самый дух веры и мы имеем его и также говорим и проповедуем и что мы проповедуем мы проповедуем что что иисус есть господь аллюлуйя и он господь в нашей жизни если иисус господь то пойми никакой вирус не может прийти аймен аллюлуйя а в конце в концов чтобы я предложил вам я предложил когда и когда израиль выходил из египта когда пришел этот ангел-губитель который всех первенцев погубил они взяли кровь и они помазали косяки дырей и теперь я не говорю тебе что ты должен брать кровь и мазать себе налог и идти но ну что мы должны сделать мы можем вечерю принято почти я рекомендовал бы церковь и церквям и библия говорит что по домам семьи они могут делать вы можете взять хлеб вы можете взять виноградный сок и вы можете преломать преломить это и молиться что кровь иисуса эймен что мой дом никакая зараза никакой демон никакой вирус просто не затронет никакая никакой грипп ничего просто сейчас может пойти грипп и люди вот простой грипп простой заболевание сейчас весна и люди просто будут страхи боятся скажут коронавирус да и вы поймите когда ты говоришь это всякий он может сам прийти просто от гриппа можно умереть если представить что это коронавирус просто от страха потому что страх он 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 делает все 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 в нашей жизни опасно потому что если ты боишься должен делать стоп эймен и знаете что давайте сейчас мы мы сделаем стоп стоп могущественное имя иисуса мы в этом городе мы в санкт-петербурге мы приказываем во имя всякий коронавирус мы говорим что во имя иисуса мы приказываем этим пацаном умереть отец во имя иисуса мы представляем регионы нашей страны россии и мы говорим в россии благоприятная ситуация и во имя иисуса аймен пусть она будет еще лучше всякий коронавирус все все с вирусами связано всякий грипп всякие простудные заболевания и все эти микробы могущественное имя иисуса мы связываем вас это дух вируса этого мы связываем и у меня в сердце молиться сейчас что чтобы чтобы наш рубль он он выра с экономической стороны может быть там правительству ли кому-то это выгодно но но простым людям не выгодно и во имя иисуса мы просто молимся пусть рубль поднимется по нашей молитве я благодарю тебя господь и так же есть много очень просьб во имя иисуса мы молимся за твои финансы так много-много нужды люди просят люди просят работ люди просят чтобы лицензии подписывались во имя иисуса пусть лицензия приходит бизнеса работы они приходят во имя иисуса пусть будет прорыв если даже у вас у всех нету работы то у тебя будет почему во имя иисуса потому что иисус есть господь что иисус умер до амин за наши проблемы он умер за наши грехи ими он умер чтобы у нас была работа чтобы у нас все потребное для жизни благочестия как от божественной силы его дарова на нам мы просто принимали берем финансовый финансовый финансовое движение во имя иисуса в этом году мы провозглашаем 2020 год когда год провозглашение и мы провозглашаем добро в нашей семье победа финансы во имя иисуса много вопросов по онкологии молись давайте мы вместе соглашимся очень много отец во имя иисуса и двое согласятся просить о всяком деле мы соглашаемся что онкология мы стоим против во имя иисуса мы просто приказываем экология убирайся убирайся разрушаем всякой 10 дух рака убирайся во имя иисуса уберись перестань корни опухолей во имя иисуса провозглашаем жизнь восстановление исцеления мы говорим все органы в пути восстановлены именем иисуса мы говорим каждая клетка каждый орган клетки будьте восстановленного ими так же глухота убираться во имя иисуса ими простатит убираемся во имя которое гепатит造 но года и по тетям я против всякого гепатита имя иисуса христа будь здоров прямо сейчас Я приказываю в крови функционировать правильно. Во имя Иисуса. Печень функционирует правильно. О, легкие функционируют. Во имя Иисуса. Убирь глез, убирайся. О, щекотра. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Не так давно я молился в одном репутационном центре. Там был человек. И просто, я имею в виду, ангелы поменяли ему легкие. Они были затемненные. Он какое-то время не мог дышать, а потом просто это пробилось. Во имя Иисуса. Слава Богу. Ангелы, пожалуйста, принесите и дайте новые органы. Аминь, аллилуйя. Новые легкие почки. Во имя Иисуса. Камни уходят. Прямо сейчас песок уходит. Мочеточник, камешки мочеточника, песок уходят во имя Иисуса. Халлилуйя. Я уже безболезненно это было. Аминь, Отец. Во имя Иисуса. Мы отдаем тебе хвалу. Мы отдаем тебе честь. Мы отдаем тебе славу. Мы отдаем тебе благодарность. Сделай это вместе со мной. Это твоя вера. Просто благодари. И смотри, что ты что-то пережил. Побежали мы. Спасибо, Господь. Все, нет. Или тепло. Просто благодари. Аминь. Халлилуйя. Слава Богу. Спасибо, Господь. И благодари Господа. Спасибо тебе, Господь. Слава Богу. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...